Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести» Карачева-Черкесия. Альбина Ламкова продолжит. То есть фактически каждое второе совершенное тяжкое, особо тяжкое преступление в нашей республике относится к так называемым киберпреступлениям. Тема вопросов на пресс-конференции от журналистов к стражам порядка была разная. Преступления, совершаемые дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности так называемого телефонного мошенничества, вызвали особый интерес. Был поднят насущный вопрос о финансовой грамотности жителей региона. Люди продолжают доверять мошенникам, лишаются денежных средств и персональных данных. И это несмотря на ежедневную работу по профилактике. Мероприятия с сотрудниками полиции проводятся в населённых пунктах по месту жительства граждан, в общественных местах, на автомобильных дорогах, а также в сети интернет и в средствах массовой информации. Прозвучал и наболевший вопрос. Многие жители республиканской столицы страдают от ночных гонок. Многие автомобилисты специально делают так, чтобы машины издавали как можно больше звука, тем самым нарушая не только ПДД. По превышению скорости, но и общественный порядок в ночное время суток. Сотрудники полиции призывали сообщать о данных фактах. Реакция на такие сообщения незамедлительная. Ещё прозвучал вопрос об организации свадебных кортежей. Неоднократно обращались и в СМИ обращались, и в соцсетях обращались, и с просьбами, но, к сожалению, нарушения есть. Есть такие нарушения, выявляются, районы передают в ближайший район, если выезжает, как кортеж свадебный, выезжает, устанавливает нарушителей, составляются административные материалы. Если в соцсетях анализируем сами, если увидим это, тоже так же привлекается, и итог выставляется в соцсети. Вопросы, которые были освещены на пресс-конференции, касались и оперативной обстановки в Корчаево-Черкесии, мер, принимаемых по противодействию преступности, охраны общественного порядка, расследования преступлений, миграционных процессов. Обсудили тему и профилактики, выявления, пресечения, расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении их, о вовлечении детей в криминальные схемы и преступные действия. То же самое, когда родители недосматривают, дети, вот как я уже говорил, обманывают, уходят, могут ночь где-то прогулять, остаться где-нибудь на лавочке. Ну, естественно, наши патрульно-постовые службы, все мы их находим. Ну, такая проблема имеется. Поэтому меры реагирования у нас, республиканские законодательства работают в данном направлении. Анализ причин преступных действий в отношении несовершеннолетних показывает, что большинство из них совершаются тогда, когда дети остаются без наблюдения родителей или попечителей. Поэтому важно старшим быть бдительным всегда. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии бывший начальник иммиграционного контроля регионального МВД подозревается в получении взятки за регистрацию мигрантов. Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаевой-Черкесии в отношении бывшего начальника иммиграционного контроля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о получении взятки в крупном размере. Следственными органами по Карачаевой-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника иммиграционного контроля регионального Министерства внутренних дел за получение взятки в крупном размере. По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемый предложил своему знакомому за денежное вознаграждение оказывать содействие в оформлении миграционных документов для иностранных граждан. Получив согласие мужчины, фигурант, в период времени с 2018 по 2022 годы, используя свое служебное положение, за взятку в сумме более 500 тысяч рублей незаконно оформил иммиграционный документ для девяти иностранных граждан. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи продолжают сборы и закрепления доказательствами базы. Продолжаем выпуск. Сотрудники Росгвардии уничтожили обнаруженный в Карачаево-Черкесии боеприпас времен Великой Отечественной войны на вертолетной площадке в поселке Домбай. Об опасной находке правоохранителям сообщили строители. Прибывшие на место росгвардейцы идентифицировали предмет, как артиллерийский снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен накладным зарядом. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. После продолжим. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, днем 29-34 градусов тепла и местами до плюс 24. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 16-18, днем 32-34 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сегодня в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл депутат Государственной Думы, сопредседатель партии, политической партии «Справедливая Россия», патриот за правду Геннадий Семигин. Он посетил поселок Новый Карачаев, где встретился с семьями участников СВО. В ходе встречи он рассказал о проводимой работе властями по оказанию помощи и поддержке семей и ответил на поступившие вопросы. Подробнее Алихан Лепшоков. Помощь и поддержка участникам СВО и их семьям – важная задача для властей всех уровней, отметил депутат Государственной Думы Геннадий Семигин. На встрече с семьями военнослужащих он рассказал о принятых депутатами законов, направленной на поддержку тех, кто ждет своих героев дома. «Каждый из нас должен оказать свою поддержку и помощь родным, тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации, исполняя свой долг перед Отечеством», – отметил народный избранник. «Мы сегодня очень дружески пообщались, получили определенные наказы, личные просьбы у людей есть, как всегда это, потому что сама система государственная, вы знаете, она немного бывает непроворотливая. Закон есть, а исполнить его просто объективно сложно, сложно иногда. Поэтому вот решение личных вопросов, специальных, индивидуальных вопрос номер один. Все власти должны каждого просить, каждую семью вести, каждую семью приходить и спрашивать, все ли нормально, что нужно сделать. И чтобы у них не было, когда они скажут, вообще никаких вопросов нет, вот считай, что тогда победа в тылу тогда наступила». Со своей просьбой оказать помощь в решении ее проблем обратилась жительница поселка Новый Карачай, жена участника СВО Алина Айбазова. Алина Олеговна – мать семерых детей. Муж сам подписал контракт с Минобороны России, проходит службу в зоне спецоперации. А вот ее родной брат, получив ранение, находится на лечении в госпитале. Из-за задолженности по кредиту у него происходит списание этого долга из-за его зарплаты, что недопустимо для участников СВО. Геннадий Семигин подчеркнул, что лично поможет в решении данного вопроса. «Обращаемся в медицинские учреждения, все услуги предоставляют вне очереди, все нас устраивает. Надеемся и ждем своего отца, главу семейства, живым и здоровым». По завершению встречи депутат Государственной Думы России Геннадий Семигин подчеркнул, что все поступившие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке и на каждой необходимо найти решение. Алина Альбшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Новый Карачай. После встречи в Новом Карачае с родственниками участников СВО депутат Государственной Думы Геннадий Семигин рассказал представителям региональных средств массовой информации о законотворческой работе, которую ведет «Справедливая Россия» в Нижней Палате Федерального Парламента. По словам сопредседателя партии, самих граждан больше всего волнует не экономика в целом, а собственные доходы и расходы. Именно в этом направлении, считает политик, необходимо двигаться, улучшая уровень жизни населения, рассказал Геннадий Семигин, и о законодательных инициативах по оказанию поддержки участникам СВО и членам их семей по экотуризму, сохранению единства между народами и патриотизма в стране. Я говорю, что в стране нужна базовая идеология. Вот патриотизм – это базовая идеология. На ее базе, как на фундаменте, может быть коммунистическая, социалистическая, социал-демократическая. Центристская, правоцентристская, либеральная, вплоть до ненормальных. Понимаете, в чем дело? Пожалуйста, ну пусть они все четко проповедуют патриотизм и реализацию этих пяти пунктов, да, друг с другом разбираются, какая идеология лучше. Когда я создал партию Патриоты России в 2005 году, большинство крутило у меня у ИСК. Была, знаете, популярна демократия, либерализм, патриотизм – ругательное слово. Помните, в некоторых газетах даже написано «Игры патриотов», да, вот целый раздел такой. И когда я создал партию, я сказал, идеология патриотизма должна стать главной идеологией в стране. В Крачево-Черкесии стартовал ежегодный всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар». Он собрал на площадке более 120 инициативных и талантливых представителей молодежных организаций студентов из 21 региона России. Президент России Владимир Путин всегда отмечает, что создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи – это общенациональный приоритет. И в этом смысле наша страна Россия в целом и ее регионы по отдельности просто сокровищница преимущества и возможностей. Именно здесь у ребят есть огромное пространство для выплеска энтузиазма и созидательной энергии. Как отметил глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов, руководство республики в свою очередь постарается им помогать и поддерживать. В этом молодежь ждет интересная программа по четырем направлениям – образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная. Кроме того, в рамках «Махар» в третий раз проходит грантовый конкурс «Росмолодежи», где ребята смогут развить свои навыки в социальном проектировании, креативной индустрии, туризме, а также навыки по защите проектов. И уже состоялась защита проектов на Всероссийском высокогорном форуме «Махар-2024». Шесть участников получили гранты в размере до 500 тысяч рублей на реализацию проектов. Победители успешно прошли этап защиты и теперь готовятся к воплощению в жизнь своих идей. Победителями конкурса стали проекты «Фиджитал Лига», «Карачаева Черкесии Барс», «Амира Кубекова», «Северокавказский турнир по этноспорту» Альберта Гагуева, «Высокогорный фестиваль креативных индустрий креатив на Кавказе» Мадина Джадоевой, «Альпийская школа лидерства» и «Команда образования «Если друг оказался вдруг» Артура Кипкеева, студия полезных подкастов «Ракурс» Мелик Хапаевой, школа дебатов Азамата Джанкезова. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Возвращение». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова